89-й театральный сезон «Театр кукол. Три девятое царство» начал с премьерных спектаклей. Сначала была сказка «По щучьему велению». Еще пара недель и вновь премьера. На этот раз творческий десант из Санкт-Петербурга, режиссер Наталья Слащева и художник Виктор Клочко, воплотили на сцене золушку. Авторы отошли от классического варианта и предложили зрителю свою оригинальную версию. Судя по декорациям, она не блещет яркими красками, пышными нарядами и даже привычных шермовых кукол. Вы здесь не увидите. Все предельно сдержано и лаконично. На сцене всего четыре артиста, которые крепко цепляют публику и не отпускают до конца спектакля. Для самих артистов работа над новой постановкой была невероятно интересной. Их главный инструмент – кукла – в этом спектакле играл скорее символическую роль. Было странно. Очень странно, потому что мое мышление переворачивалось. У нас не было таких кукол. Мы не работали, потому что мы привыкли к классическим куклам. Девочка – значит, это девочка с глазками, ручками и так далее. Это было сложно. Юные зрители с восторгом приняли такой вариант Золушки. Они поняли, волшебство этой сказки не в том, что добрая фея взмахнула волшебной палочкой, превратив тыкву в карету, а старое платье в роскошный наряд. Счастье приходит к тому, кто умеет верить в чудеса. И тогда все получится. Сказочный принц найдет ту единственную, которая отдаст туфельку, и никто на свете не сможет отобрать у них счастье. Но это еще не финал. На сцену вышел весь коллектив театра. К ним присоединилась министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович. Ее теплые слова благодарности, почетная грамота и цветы были адресованы главному кукольнику Забайкалья Александру Мусиенко. Во всяком случае, полувековая история нашего театра «Кукол» была под его контролем. Он прошел путь от артиста до директора. Все время, пока я был в театре, пока был директором, когда от меня зависело практически все в этом театре, я старался сделать так, чтобы театр был семьей. Для меня очень важны были все люди. Я никогда не делал градацию на артистов, администрацию, помогательный состав какой-то. Для меня все были всегда равны. И поэтому, конечно, вот это все сейчас с кровью отрывается. Сегодня он прощался с театром. Так сложились обстоятельства. Александр Мусиенко уезжает навсегда в город Новосибирск. Не могу сказать прощай. Действительно, потому что, ну, во-первых, всю жизнь практически вместе. Во-вторых, сложно расстаться с таким человеком умным, интеллигентным, мягким. Уникальным актером-кукольником. И именно кукольником, потому что не каждый может быть актером театра кукол. Это от Бога. Александр Николаевич, не просто хороший актер, не просто хороший руководитель, а замечательный человек. Добрый, отзывчивый и всегда придет на помощь. Я думаю, что такой человек, как он, ну, не затеряется нигде. Он действительно найдет и создаст, и сможет что-то развить, что-то новое, интересное, доброе. Мы прожили большую творческую жизнь. Было много доброго, хорошего. Были и грустные моменты, но они были, они прошли. Что могу сказать? Грустно, но все когда-то заканчивается. Я люблю вас, дорогие зрители. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК «Сбайкали». Я желаю счастья.